Здравствуйте! Тема урока «Выделительная система животных. Сравнение строения выделительных систем животных». Сегодня на уроке вы научитесь сравнивать строение выделительной системы беспозвоночных и позвоночных животных. Выделительная система животных совершенствовалась в течение длительного времени. У многих морских беспозвоночных нет специальных органов выделения. Выделение у них происходит через поверхность тела. У простейших водорастворимые экскреты выводятся в окружающую среду путем диффузии через поверхность тела при участии сократительных вакуолий. В них поступают избытки воды, солей и других ненужных веществ. После того, как сократительные вакуолии заполнятся, они сокращаются, выталкивая содержащиеся в них вещества. Сократительные вакуолии остаются основными органами выделения и у первых многоклеточных животных – губок, кишечно-полосных, например, медузы, гидры, кораллы. Выделительная система плоских и круглых червей представлена протонефридиями, состоящими из канальцев, начинающихся звёздчатыми клетками, с пучками ресничек. Пучки ресничек, колеблясь, создают ток жидкости и направляют её к выделительной поре. Выделительная система кольчатых червей представлена метонефридиями. В каждом сегменте тела их имеется по два. По одному с каждой стороны. Каждый состоит из ресничной воронки, открывающейся во вторичную полость тела и извилистых трубочек, то есть канальцев, а также выделительных пор. Метонефридии очищают полость тела червя, выводя вредные вещества наружу. Следующий шаг в эволюции органов выделения – это почки. Если их рассматривать под микроскопом, выяснится, что они состоят из структур, похожие на метонефридии. Компоненты, из которых состоят почки, стали называть нефронами. Органы выделения моллюсков – это одна или две почки, выделительные отверстия которых открываются в мантийную полость. У типа членистоногих наблюдаются серьёзные изменения в строении и работе органов выделения. Например, у представителей класса ракообразных они представляют собой парные железы, расположенные на голове и открывающиеся наружу около усиков или рта. У речного рака основными органами выделения являются зелёные железы. У паукообразных и насекомых специфические органы выделения. Они представлены мальпигиевыми сосудами. Это трубочки, один конец которых открывается в кишечник, а другой слепо замкнут. Трубочки находятся в полостной жидкости. Клетки, из которых они состоят, способны улавливать вредные вещества из окружающей их гемолимфы и переводить в твёрдое состояние. У всех позвоночных, начиная от рыб, домникопитающих, выделительная система представлена почками, от которых отходят мочеточники, впадающие в мочевой пузырь, открывающийся через мочеиспускательный канал в окружающую среду или клоаку. Формы и размеры почек у разных классов разные, но по строению и функциям они схожи. У птиц нет мочевого пузыря. Его отсутствие облегчает вес птицы. Мочеточники открываются в клоаку. Выделения происходят часто, чтобы не накапливать лишний вес. При взлёте птицы всегда освобождают клоаку, что облегчает им полёт. А сейчас давайте сравним особенности выделительной системы беспозвоночных и позвоночных животных. Сократительные вакуоли – это органы выделения простейших. Они избавляются от воды и излишки соли. Звёздчатые клетки – это органы выделения плоских червей. Плоские черви избавляются от аммиака и воды. Органами выделения кольчатых червей являются метанифридии. Они избавляются от аммиака. Мальпигиевые сосуды – это органы выделения членистоногих. Они избавляются от мочевой кислоты. Органами выделения пресноводных рыб являются почки. Они избавляются от аммиака. Органами выделения млекопитающих также являются почки. Млекопитающие избавляются от мочи. Органами выделения птиц являются почки. Птицы избавляются от мочевой кислоты. Переходим к практической части урока. Выполним задание для закрепления пройденного материала. Задание первое. Назовите органы выделения беспозвоночных и позвоночных животных, изображенных на рисунках. Правильный ответ. Органами выделения у амебы является сократительная вакуоль. У дождевого червя метанифридии. У речного рака зеленые железы. У паука мальпигивы сосуды. От рыб до млекопитающих органами выделения являются почки, от которых отходят мочеточники, впадающие в мочевой пузырь. Через мочеиспускательный канал открываются внаружу. Задание второе. Опишите звёздчатые клетки плоских червей. Правильный ответ. Звёздчатые клетки впадают в два длинных продольных выделительных канала, которые открываются наружу двумя выделительными порами. Задание третье. На рисунке изображены простейшие живые организмы. Инфузория туфелька, амеба, эвглена зелёная. Опишите процесс выделения, вставив пропущенные слова или словосочетания. Правильный ответ. Выделительная система – это процесс, в результате которого из организма во внешнюю среду выводится избыток воды, а также конечные продукты обмена – соли и ядовитые вещества, поступающие в организм или образовавшиеся в нём. У простейших твёрдые продукты обмена веществ выходят из клетки в окружающую среду через сократительные вакуоли. Излишняя вода выделяется через порошицу. Подведём итог урока. Сегодня на уроке вы научились сравнивать строение выделительной системы без позвоночных и позвоночных животных. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok